В правительстве Дагестана состоялось заседание по вопросам исполнения поручений президента России под руководством замполномочного руководителя Российской Федерации ВСКФО Максима Владимирова. В рамках встречи обсуждались вопросы выполнения региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах и осуществления федеральной модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, мы запланировали проведение совещания по обеспечению безопасности дорог в части пешеходных переходов и запланировали еще проведение совещания в части экологии, экологических вопросов. Максим Владимиров отметил важность обсуждаемых вопросов, а также сообщил, что с 10 по 14 число текущего месяца состоятся проверки в некоторых муниципалитетах региона. После чего в своем докладе первый зампредседателя правительства Дагестана Манвел Мажонс отметил, что по программе капремонта на 2014-2040 годы включено более 4 тысяч многоквартирных домов. В прошлом году в 13 муниципальных образованиях было отремонтировано 100 жилых объектов. На 2023 год у нас запланирован ремонт по плану 98 МКД общей площади 250 тысяч квадратных метров на сумму 568 миллионов рублей. В ходе предпроектного обследования показало, что 7 домов мы исключили из этого списка. Сейчас из 91 МКД разработана проектная смертная куринация по 27. Также докладчик обратил внимание присутствующих, что несмотря на увеличение собираемости взносов на капремонт, показатель еще низкий. Он предположил, что такая ситуация связана с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН по помещениям, где имеется задолженность. Далее выступила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева, которая рассказала о планах на текущий год. Теперь за 2023 год по объектам у нас предусмотрено 27 объектов быстровозводимых модульных конструкций, которые на сегодня законтрактованы 24, 3 объекта на стадии приема заявок. 10 реконструкций в связи с заменой технических условий, они все тоже в торгах. Максимальный срок, когда прием заявок завершается, 18 апреля. И по капитальному ремонту из 74 объектов 69 на сегодня законтрактованы. Также министр подчеркнула, что в плане приобретения медицинского транспорта работа выполнена полностью. Подводя итоги, руководитель совещания поручил всем ответственным лицам ускорить темп реализации капремонта, предусмотренного до 2040 года, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования из регионального бюджета на реализацию мероприятий. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев. Новости. Телеканал Среда.